Сумма выплат при рождении ребенка с 2010 года увеличивалась более чем в два раза на 130%. К новому году за первенца будут платить 28 830 гривен, на второго малыша 57 600, на третьего и следующего ребенка 115 320 гривен. Яна родила своего первенца в июле в Киевском перинатальном центре. Теперь она получит помощь от государства. Лечащий врач в женской консультации сказала, что будет помощь, мне нужно оформить огромную кучу бумажек всяких, для того, чтобы получить помощь от государства. По-моему, это 25 тысяч. На самом деле Яна получит больше. Даже в январе за первого ребенка платили 26 790 гривен. И с тех пор сумму увеличивали дважды. Все социальные помощи, помощи семьям с детьми, малозабеспеченным семьям, инвалидам с дитинства, они залежат от прожиткового минимума. И каждый год, даже в этом году, прожитковый минимум увеличивается 5 раз. И в протяжении года все социальные помощи увеличиваются, соответственно, 5 раз. Наталья, как и Яна, родила сына в июле 2012-го. А значит, получит от государства 27 552 гривны. Это, конечно, хорошо. Спасибо государству, что подняли эту помощь. Потому что, насколько я помню, она была около 15 тысяч. Сейчас все-таки 27. То есть это очень хорошая поддержка нам и ребенку. Размер допомоги на первую дитину становится 27 552 гривны. На другую дитину 55 тысяч. На третью дитину 110 тысяч. По словам Надежды Розановой, эти данные не окончательные. Они будут действительны до октября. А потом суммы помощи матерям увеличат дважды в октябре и декабре. Цей размер допомоги воплачивается не одной суммой, а воплачивается одноразово у размера 9 170 гривен. Потем на первую дитину щемесячно на протязи двух лет по 764 гривен. На другую дитину на протязи четырех лет по 955 гривен. И на третью та наступную дитину на протязи шести лет по 1400 гривен. Количество справок тоже невелико и сделать их несложно, отмечают представители департамента социальной помощи. Кроме заявления нужно пять бумаг, две из которых выдает ЗАГС, две делаются по месту работы и в Собесе.